У нас для всех у вас есть небольшой подарок, очень маленький. Вы готовы принять подарок сегодня? Пожалуйста, помогите мне. Этот подарок у нас в неограниченном количестве. Мы можем вам по два подарка дать. Только с одним условием. В ближайшую неделю-две, пожалуйста, прочитайте внимательно. Потому что это особое слово каждому из вас. Один из учеников Иисуса Христа, можно сказать, ближайший друг. Тот, о котором написано, что он возлежал на груди у Иисуса. Тот, который очень тонко чувствовал и очень тонко изъяснял. Он написал это Евангелие. Если у вас есть уже Библия, можете поделиться этим Евангелием с кем-то, подарите кому-нибудь. Если нет, то, пожалуйста, обязательно прочитайте. В детстве я с братьями очень часто играл в разные игры. И одно из редких довольно занятий было устраивать похороны. Мы хоронили насекомых разных, жучков, паучков, птичек. Мы какие-то трубки дудели, устраивали музыку, делали, украшали могилки, ставили крестики. И вы знаете, нам совсем не было грустно. Нам было интересно. Наверное, у нас не было личных отношений, наверное, с этими жучками. И нас это просто забавляло. У нас было целое кладбище в саду. И отношение к смерти было такое легкое, долгое время. До тех пор, пока не случилось что-то с близким, с родным человеком. И когда это произошло, то в сознании, в голове возникает очень тяжелый вопрос. А что же дальше? Что потом? Что за этим? Когда мы играли в наши мероприятия траурные, то помню, как брат мой кропил как-то водичкой и пытался воскресить птичку. Мы нашли красивого такого воробья, серенького, пушистого. И нам хотелось его воскресить. И брат даже какие-то слова специальные говорил. То ли из сказки какой-то, какие-то заклинания. Но ничего не вышло. И мы к этому легко относились. Но когда умер близкий человек, то возникает очень серьезный вопрос. Мне пришлось провожать последний путь в полном смысле слова. Не то, чтобы просто хоронить, а медленно расставаться с очень близким человеком, с другом, с которым мы 4 года учились в академии. С Юлией Камзолой. Многие тут ее знают, наверное. И несколько лет она болела. Несколько лет мы общались, мы ее возили на операции. Мы тут собирали деньги. И ваша церковь в том числе, и Андрей Дымань, предыдущий пастор, в этом участвовал в сборе средств. И этот вопрос возникал часто, особенно перед операцией. У нее было несколько операций. И перед каждой операцией мы утром встречались, молились в этом центре Бурденко. И она задавалась одними и тем же вопросами. А вдруг я не проснусь после наркоза? Что будет потом? Что скажешь человеку в таком случае? Ну, значит, ты умрешь, ты так не скажешь. И приходило на ум разное. И даже сама Юля, человек, который действительно потом умер после одного из таких неудавшихся мероприятий, она говорила, ну, значит, кончатся мои испытания и страдания. А потом, потом же, наверное, сон. Наверное, потом просто мгновение какое-то. И мы говорили, да, Юля, да, ты первая увидишь Христа, можно так сказать. Мы еще будем тут жить в растянутом времени. А ты во мгновении ока уже будешь видеть Его. Ты уже прошла свои испытания и свой путь. Пока это не касается личного, об этом думаешь как о чем-то отдаленном. Смерть, она где-то там, где-то потом, когда я буду стариком, когда это будет неизвестно. И к ней мы относимся легко, пока не случится что-то с тобой, с твоим близким. В преддверии Пасхи, в преддверии воспоминания смерти и воскресения Иисуса Христа, я приглашаю вас подумать сегодня и поразмышлять над темой смерти и воскресения. Это очень сложная тема. Самое невероятное, во что верят христиане, это воскресение. Это одно из самых невероятных и в то же время одно из самых важных явлений, на которых зиждется христианство. Вы планируете воскреснуть? Кто из вас собирается воскреснуть? Что вы для этого делаете? Даже если вы не планируете воскреснуть, вы воскреснете. Даже если вы не хотите воскреснуть, вы воскреснете, дорогие. Аминь. Потому что Господь сказал, что все воскреснут, все проснутся. Одни для получения награды за свою веру, за доверие Господу. Другие для получения того, что искали, чего хотели, что заслужили. Эта тема смущает людей настолько, что они редко говорят, и если даже верующего человека спросишь о воскресении, то о нем говорят как о догме, о догмате церковном, который где-то там записан. Ну да, мы в принципе веруем в воскресение. Когда случается смерть, все рыдают, и часто так, как будто бы никто не воскреснет. И утешение, когда говорят, не плачь, все будет хорошо, он воскреснет. Конечно же, боль совсем убрать невозможно. Мы люди, мы чувствуем, у нас есть эмоции. Но тем не менее, это утешение кажется недостаточным. Потому что это будет когда-то потом, в каком-то отдаленном времени. Когда задаешься вопросом о себе лично, что будет со мной, если я вдруг умру? То понимаешь, что ты мало времени уделял вообще размышлению над этим. Представьте себе на мгновение, что нам с вами по 99 лет, и завтра нам стукнет 100, и, может быть, мы утром не проснемся. Заинтересует вас вопрос, что будет потом? Вопрос воскресения. Наверное, сразу начинаешь думать об этом. По крайней мере, я видел тех людей, с которыми расстался навсегда. И в последние минуты они думали о том, а что потом? И казалось, что этот вопрос возник только в связи с тем, что предстоит, вероятно, смерть. Если бы этого не было, если бы они так же весело жили, как и мы с вами, и продолжали работать, и строить планы на десятилетия, наверное, этот вопрос отложился бы до времен. А стоит ли об этом думать раньше? Что будет потом? Иов, великий страдалец, в одной из самых древних книг Библии, в книге Иова задается вопросом, что будет потом? В 14 главе он задает вопрос, когда умрет человек, то будет ли он жить опять? Этот вопрос всегда волновал человека, потому что смертью очень сложно согласиться, когда вдруг человек перестает дышать, попадает в непонятное состояние, разлагается, и его больше нет. И кажется, неужели это все? Неужели для этого Господь создал нас на этой земле? И в чем смысл череды поколений? В чем смысл того, чтобы умереть, разложиться и больше никогда не воскреснуть, не воспрять? Этот вопрос интересен, важен. И сегодня мы будем обращаться к Священному Писанию, и увидим, как Иисус Христос пытался представить и представлял людям вопрос смерти и вопрос воскресения, как важнейшие вопросы жизни человека. В Евангелии от Иоанна, давайте откроем Евангелие от Иоанна, а оно у всех вас есть, теперь я знаю точно. У каждого в руках есть Евангелие от Иоанна. Откроем вместе с вами 11 главу и будем читать с первого текста с небольшими исключениями до середины главы примерно. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот, которого ты любишь, болен. Иисус услышав, то сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Сказал, это говорит им одиннадцатый текст. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики сказали ему, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его. А они думали, что он говорил о снеобыкновенном. Тогда сказал Иисус им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Следует заметить, что это было опасно найти в Иудею. Иисуса уже искали убить. И Лазарь был в Иудее. И для того, чтобы прийти к Лазаре, нужно было прийти вот в эту Иудею, где Иисуса ищут. Иисус говорит, ну что, а вот теперь пойдем, когда он умер. Как-то странно все. Лазарь болеет, Иисус не идет. Лазарь умер, говорит, а вот теперь пойдем к Лазарю, навестим его. Причем идут туда, где опасно, где Иисусу угрожают. Иисус пришел, нашел, что уже четыре дня, как Лазарь во гробе. Вифаниш же была близ Иерусалима. И многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но я теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей, воскреснет брат Твой. Марфа сказала Ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, Я есть воскресенье и жизнь. Иисус, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий верующий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему, Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказав это, пошла и позвала сестру свою, Марию, говоря, учитель здесь и зовет Тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Марфа Его. Иудеи, которые были с Ней в доме, и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за Ней, полагая, что она пошла на гроб плакать. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, упала к ногам Его и сказала, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую, и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал, Где Вы положили Его? Говорят Ему, Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как Он любил Его. А некоторые из них сказали, Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы этот не умер? Иисус же опять, скорбя внутренне, подходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит Ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как Он во гробе. И Иисус говорит ей, Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. И Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Сказав это, Он вызвал громким голосом, Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Интересная история. К чему эта история в жизни и в деятельности Иисуса Христа? Такой странный вопрос. Зачем Иисус воскрешает Лазарь? Чтобы он потом опять умер? Чтобы его сестры опять потом оплакивали? Или чтобы порадовать сестер? С одной стороны, это для тех, кто веровал, чтобы вера укрепилась. А для тех, кто не веровал, это чтобы, так сказать, показать получше их неверие, так как мы дальше видим, что те, которые не уверовали, они создают не смогу, не стали говорить, что надо делать, и воодуши, что воскрешает Лазарь. Да, спасибо, Николай, вы очень точно заметили. Это был тот момент, когда воскресение Лазаря было последней каплей, которая подвигнула первосвященников и духовных лидеров преследовать Христа. С другой стороны, это были последние дни, когда Иисус совершал служение на этой земле. И совершая это воскресение, Иисус как бы предвосхитил свое воскресение. Он как бы воскресением Лазаря намекает, что воскресение реально, и скоро будет еще воскресение. Иисус тем самым и нам с вами говорит, что воскресение – это реальность, которая ожидает всех умерших. Но как в это поверить? Как Марфа говорит, когда Иисус сказал, что воскреснет, брат твой, она говорит, ну да, знаю, в Писании так написано, что все воскресены, но это будет так далеко. И это будет так далеко, что оно почти нереально. Знаете, когда тебе обещают, что долгосрочно, что через сто лет мы тебе дадим квартиру, но мне уже не надо через сто лет, у меня уже будет маленькая своя. Это не греет душу, это не вдохновляет, а Марфа хоть и говорит, да, я знаю, но он говорит об этом с печалью, не с восторгом. О, я знаю, он воскреснет через три тысячи лет. Ей нужно утешение сейчас. И Господь делает это маленькое утешение сестрам. Вместе с тем очень яркое чудо для всех христиан, которым тем самым он говорит, друзья, это реально. Настолько реально, насколько реален этот Лазарь, потрогайте его. Это реально настолько, насколько реален Иисус, который воскрес, и у него шрамы от гвоздей позавчерашних. И он говорит, Фома, потрогай, пощупай. Вот видишь, это реально. Знаете, когда вам в церкви рассказывают и в Библии описывают какую-то будущую жизнь, то часто мы воспринимаем это как фантастические какие-то истории. Я не знаю, я не смотрел, «Звездные войны», ну что-то такое фантастическое, да, где там 2500 год, и там все живут на разных планетах и летают друг к другу в гости, вот так вот во всех направлениях. Есть такие фильмы. Это воспринимается как-то, о, интересно, посмотрели. А есть такая реальность. И эта реальность показана Богом в Писании. И когда возникает вопрос, а что будет потом, что там за порогом могилы, что там за этим мгновением смерти, Господь говорит, а там воскресение. Как Лазарь воскрес, так я воскрес. И всякий верующий в меня не умрет вовек, написано. Не умрет навеки, потому что он верует в меня. Об этом говорит Господь, об этом пишет Иоанн со словами Иисуса Христа. А Иисусу вот именно в этот момент, когда он воскрешает Лазаря, предстояло совсем скоро оказаться в такой же гробнице. Он стоял на пороге трагических и самых торжественных событий в истории Земли. Согласитесь, нет ничего более важного, как смерть и воскресение Иисуса. Уберите эти две вещи из Библии, и она не нужна. Уберите это из христианства, и христианства нет, потому что воскресение Христа это наше с вами воскресение. Это значит, что этот второй Адам прошел весь путь и приготовил для нас дорогу, и мы можем по ней идти. Иисус, находясь на самом пороге этих событий, предвкушал все, что с ним должно было произойти. Он об этом часто стал говорить ученикам, стал говорить им открытым текстом, стал скорбеть об этом и хотел как-то этим поделиться с учениками. Заметьте, сколько раз он говорил учениками, и написано, они не поняли его, они не услышали его. И уже в последний вечер, мы помним, как в саду Гевсиманском он говорил им, он просил их молиться, они ничего это не воспринимали всерьез, они не настораживались, что вот сейчас что-то великое произойдет. Они не знали, насколько великие события сейчас развернутся перед их глазами. И вот Иисус, воскрешая Лазаря, показывает, что невозможное, то, во что даже поверить трудно, возможно. Он показывает чудо и говорит, это чудо, это закономерность, всякий верующий в меня не может умереть. Даже если он не хочет, он воскреснет. Даже если вы не планируете воскреснуть, вы воскреснете. Потому что таков закон. Господь положил такие пределы человеческому бытию. Ты живешь, ты отдыхаешь, ты как бы спишь в могиле, а потом просыпаешься для того, чтобы получить воздаяние, условно говоря. Иисус показал тем самым, что на смерть есть управа. Когда мы провожаем людей в последний путь, кажется, о, смерть забрала, люди говорят, да, ой, ушел в могилу, могила поглотила. Есть разные метафоры, которые говорят о том, насколько мы беспомощны перед смертью, насколько мы невластны над временем и над жизнью. И кажется, что, ну вот, опять косая, это смерть докосит. Опять мы ничего не можем сделать, мы только разводим руками и плачем, как обиженные дети. А Господь говорит, есть управа на смерть. Господь говорит, Лазарь, выйди вон. Если бы Христос, вы знаете, мы это часто говорим, если бы Христос не сказал Лазарь, а просто сказал, выйди вон, вышли бы все мертвецы земли на улицу из своих могил, потому что это сказал Бог. И Иисус Христос тем самым показывает нам, что над смертью есть власть, и власть это у Бога. Ключи смерти в руках у Господа. И прежде чем самому умереть, Господь дает надежду человечеству, что в руках Бога всегда есть этот ключик. И когда ученики провожают Иисуса на крест, а потом спеленали и положили во гроб, это было ужасное отчаяние. Они хоть и слышали воскресенье, о том, что в третий день, но вы читаете, вы видите их состояние, верили они сильно в это. Это был момент, когда, ну, впору было от всего отречься, наверное. Но то, что говорил Иисус, то, что Он вселял в них надежду, оно оставалось. Они еще не могли все осмыслить. Смотрите, они не разбежались, не отреклись от веры своей. Они остались вместе и думают, что-то не так, почему? А мы было думали, что Он Спаситель. И вот такое состояние длилось какое-то время. До того момента, пока не явился им сам Христос. И когда уж он явился, кто-то сомневался, но в большинстве своем они приняли Его, и они начали осмысливать все эти слова, сказанные о воскресении. Они стали вспоминать саму идею воскресения, воскресение Лазаря, и для них эта реальность свершилась на их глазах. Им легко было принять этого Иисуса. Они не говорили, чур меня, чур, это привидение. Они не бежали от Него, потому что у них оставался неотвеченным вопрос, что здесь что-то не так. Должно быть какое-то пояснение. Когда Иисус появляется, они бегут к Нему. Петр бежит к Нему. Женщины бегут к Нему. Они хотят спросить и узнать, что и как, Господи, как дальше? Что будет? Что будет потом? И вот предвосхищая эти события, Иисус позволяет свершиться этому чуду. Воскрешению Лазаря, на котором Он вдохновляет людей того времени, которым предстояло видеть Его смерть и воскресение. И для нас дает надежду, что ключи смерти у Него в руках. Надежда на воскресение – это надежда всех христиан. И когда хоронят даже людей, то, знаете, кладут в православной церкви на покойника, такой специальной покрывалой, на нем написано. Спи до каких пор? До светлого воскресения. До воскресения, когда Господь придет. До второго пришествия спи. Мы всех провожаем до второго пришествия. И в этом смысле страх смерти должен отступать. У нас, у христиан, страха смерти, ужаса смерти быть не должно. Почему? Потому что, смотрите, как Христос говорит о смерти. Когда Лазарь умер, простите, когда уже дурно пахло из могилы, Христос говорит, Лазарь уснул, а я иду разбужу его. Как-то так легко звучит. Нет дрожи в голосе, нет слез, не написано, что прослезился. Он говорит, Лазарь, друг наш, уснул, а я пойду и разбужу его. Вот так все просто. Вы спите, а у вас подходит и будет. Господь к смерти относится так. Для Бога миллионы мертвецов на кладбищах это спящие люди. Он может подойти и разбудить любого, независимо от тысячелетий, прошедших над ними. Это Иисус, у которого в руках ключи от смерти, который может разбудить всех. Иисус Христос обещает, что воскресит всех нас. Он говорит, «Всякий верующий в Меня не умрет вовек, не умрет навсегда, но воскреснет». Иисус совершил это в тот момент, когда буквально через несколько дней сам окажется при смерти, умрет, будет также спеленным пеленами, будет также лежать в каменной пещере, в гробу, также гроб его закроют большим камнем, отверстие в эту пещеру завалят камнем, и также за ним будет плакать Мария и Марфа. История повторится с разницей, что теперь умер сам воскреситель, сам Бог, у которого в руках ключи от смерти. И это, наверное, смущало его последователей. Но он обещал, что в третий день воскреснет. И у них, по идее, должна бы быть вера, должна бы быть надежда на то, что он воскреснет. Он об этом говорил, он им даже показал небольшой пример в случае с Лазарем, но печаль захлестнула их. И лишь потом, когда он им явился, они об этом вспомнят и укрепятся в своей слабой вере, и станут свидетелями, и станут делиться с другими людьми, передавая первым христианам, раннехристианской церкви, идею о воскресении, теперь подкрепленную настолько сильно, что эта идея до сих пор жива. Эта история со страниц Священного Писания говорит мне и вам, что есть воскресение и есть новая жизнь. Не загробная в духе, как говорят, что душа после смерти на какой-то день куда-то поднимается, куда-то уходит, перемещается, она страдает, она терпит, она думает. Писание об этом не говорит ничего. Посмотрите в ваших Библиях в книге Экклесиаста, проповедника в 9 главе. Что говорится в отношении того, какова участь умершего человека? Давайте вместе посмотрим. Экклесиаст 9, 5, 6. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. И 10 текст. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Все те отличительные черты индивидуума, личности, сознательного человека, они исчезают. Ты не думаешь, ты не чувствуешь, ты не знаешь, не ощущаешь, все прекращается. Это сон. Об этом говорит Писание во многих местах. И когда человек умирает, происходит процесс, который, можно назвать вот точно зеркально обратный тому процессу, который происходил во время сотворения. Во время сотворения написано, Господь сотворил человека из праха земного, извоял его. И дальше что написано? И вдохнул в него что? Дыхание жизни. Я не видел и не скажу вам, как это произошло, но из этих слов можно понять, что Господь вдохнул, запустил этот двигатель. Этот организм, вдохнул у него искру жизни. Может быть, он вдохнул именно вот так. И после этого Адам стал дышать. Я не знаю. Но я знаю, что он стал живым. Писание предельно образно здесь и кратко, не детализирует. Господь не описывает нам подробности этот процесс. И одно можно понять точно, что из военной, из праха земного, из элементов земли, из минеральных веществ. Этот образ человеческий стал живым после того, как Господь вдохнул у него жизнь. Когда умирает человек, что происходит? Происходит зеркально обратное действие. В книге «Экклесиаст» в последних главах, это 12 глава, в 7 стихе написано, когда умирает человек, возвращается прах в прах, чем он и был, а дух куда возвращается? Возвращается к Богу, который дал его. Процесс очень простой. Нет какого-то пространства, где души собираются и ожидают какого-то суда или проходят какое-то чистилище. Писание об этом ничего не говорит. Писание говорит, что человек становится личностью и душою при соединении Духа Божия и элементов земли, из чего мы, в принципе, и состоим. Кальций, фосфор и все остальное. И когда человек умирает, плоть становится прахом, а дыхание жизни с последним вдохом мы отдаем Господу и спим, как Лазарь спит. Лазарь не был в аду или в раю. Господь не вызвал его с рая, и Лазарь нужно еще немножко здесь пофигурировать, пожить, да? Или с ада. Это сон, бессознательный сон, так называет его Господь. Поэтому нас не страшит смерть, и христиан не должна страшить смерть, потому что не смерть страшна. Смерть – это сон. Страшна жизнь и жизнь без Бога и жизнь без веры. Вот когда провожают в последний путь, в прямом смысле, с этими мыслями, ощущениями, без веры в Бога, а провожают так, ох, на кого ты нас оставила, знаете, эти страдания, эти песни, погребальные слова, которые с плачем выдают женщины, родственники, бабушки на кладбищах, это безысходность, это ощущение обреченности. Нет надежды, нет будущего. Есть только вот это ужасное горе, с которым потом живут годами и страдают. Господь не хочет, чтобы мы жили так. Господь говорит, вы спите, друзья, я могу прийти и разбудить любого. И я приду и разбужу всех, говорит Иисус Христос. И это воскресенье будет, будет в последний день, когда Господь придет на эту землю и всех разбудит. Когда Господь совершит это, написано в Писании, сам Иисус говорит, тогда я отделю одних от других. Написано, овец от козлов. Обычно пастухи разделяют овец и козлов отдельно. И когда он разделяет их, он дает им определенные характеристики. Говорит, я знаю вас, я был болен, вы посетили меня, я нуждался, вы пришли ко мне. Мне было плохо, вы были рядом. Я был нагвый, одели, был голоден, накормили, жаждал, напоили. А другой половине скажет, о вас я не знаю, уходите в небытие. Я вас нигде не встречал, я вас не видел. Когда я очень нуждался в вас, вас не было. Я был голоден, вы мне не дали есть, я жаждал, вы меня не напоили. Я был нагвый, не одели меня. И вообще мы не знакомы. Вы кто? Вы откуда? Вы по каким законам живете? Вот этих я знаю. У нас с ними одно сердце. Мы с ними дышим одним духом. У нас одни идеалы и одни ценности. А вас я просто не знаю. Вот такую картину рисует Господь, и она может показаться печальной. Друзья, но не для того Господь рисует, чтобы нас опечалить, а для того, чтобы нас вдохновить. Потому что Он всех нас видит, в первую очередь, в этой половине, которую Он знает. Он думает о нас лучше, чем мы иногда сами о себе. Он ожидает от нас лучшего. Господь совершил этот акт воскресения, чтобы мне и вам еще раз сказать, это реально. Настолько реально, насколько реальны вы. Посмотрите на себя, пощупайте себя. Вы можете разложиться на элементы таблицы Менделеева, и через 200 лет сложиться опять. Вы будете даже лучше. Когда Иисус выходит из могилы и встречается с Марией, Мария говорит, Господи, Равуни, она называет его. Он хочет прильнуть к нему, он говорит, подожди, не подходи ко мне, я еще не восходил к Отцу моему. Он был в новом теле, в обновленном, в вечном теле, которое у него будет всегда, с легкими отметинами на память, которые оставили мы, земляне, своими грехами, своим отношением к Господу. Господь предлагает нам не фантастическую картину, Господь предлагает новую реальность, новую землю, новое небо, новую жизнь, новое тело. И когда мы его можем получить? В отдалеком будущем, в которое трудно поверить. При пришествии Христа, при воскресении. Но уже сегодня мы можем стать гражданами его нового царства, новой страны. Каким образом? По вере. Веруя уже сегодня в эти чудные дела Божьи, которые он ради нас совершает, веруя в Иисуса, как Спасителя, который на кресте за мои грехи умер, и теперь говорит, Виктор, ты можешь входить в это царство бесплатно, сразу, без пропуска, без билета, без заслуг каких-то. Просто для тебя есть место. Принимаешь ты сердцем своим, и умом своим, и жизнью своей мои принципы, мои ценности. Если да, то место для тебя здесь. И каждому из нас Господь говорит это. Друзья, мы стоим в преддверии Пасхи, когда весь мир будет вспоминать о смерти Иисуса Христа, и о Его воскресении. Что это для нас с вами? Прежде всего, хочу попросить вас, прочитайте это Евангелие. Если вы даже много раз его читали, прочитайте. Эту книжицу вам дали при одном условии, что вы ее прочитаете. Если вы не будете читать, принесите назад. Когда вы будете читать, обратите внимание на последние главы, в которых все, что там написано, все, что делает там Иисус, Он делает только для тебя, только ради тебя. Пусть Господь благословит всех нас увидеть там, в Его воскресении, в Его смерти и воскресенье, в Его заместительной за нас жертве возможность новой жизни, вечной жизни. Аминь. Помолимся, Господь.